МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти курьез, если бы не было так грустно. Вирусная атака парализовала даже сайт киберполиции, призванный защищать от седевых монстров. С неудобствами столкнулись клиенты десятков торговых сетей и банков. Нам сегодня пришлось работать в чрезвычайно сложных условиях, поэтому если в эфире возникнут неполадки, заранее приносим извинения. Но мы попытались выяснить, кто виноват в кибератаке и как противостоять компьютерному агрессору. Все узнавала Павлина Василенко. Все началось в полдень. Компьютеры в госучреждениях и частных компаниях перестали работать. Завис сайт аэропорта Борисполь. Его директор в фейсбуке сообщил, расписание рейсов онлайн временно недоступно. О том, что правительственная компьютерная сеть лежит, рассказал и министр Розенко. Кибератака коснулась десятка банков. НБУ у себя на сайте разместил сообщение, что это вирус. Он пока неизвестен и пришел извне. Атаке подверглась и редакция подробностей. На некоторых мониторах вот такая картинка. Красным по черному требует от владельца 300 долларов за вход в систему. Деньги можно перевести в долларах или биткоинах. Чтобы остановить вирус, приходится отключать все сетевые соединения и работать автономно. Это пока что незнакомый нам вирус, который не могу сказать, от кого был запущен. Просто идет отключение серверов и нельзя работать по сети, нельзя передавать данные. В частности, также задействованы в этой кибератаке и, насколько я знаю, интернет-ресурсы. Поэтому проблематично и с интернет-проводом это в частности. Коллапс и в новостейных редакциях коллег. Меня в этой ситуации вражает иную. Две годы, как в стране, реально лягло все. Ну, не все, скажем, часть критической инфраструктуры лягла. И две годы прошло. Это, фактически, незначая ситуация техногенного порядка. И за две годы, ни одной реакции с боку соответствующих структур, каких-то киберполиции, службы безопасности. Тише. Проблемы возникли и в крупных торговых сетях. Кассы не работают. Лежит система и транспортных компаний. В новой почте, например, не отправляют посылки. Ближе к вечеру становится известно. Виной всему вирус-шифровальщик Петя А. От него пострадали более 80 компаний в Украине и даже соседней России. Эксперты называют его клоном бушевавшего месяц назад в Европе вируса WannaCry. Этот вирус шифрует данные компьютера, а потом требует деньги за расшифровку. Атака считается опасной, потому что вирус копирует сам себя до бесконечности, если находят другие компьютеры, в которых есть аналогичная дыра в системе безопасности. Вирус поражает компьютеры на операционной системе Windows. Антивируса пока нет. Киберзаражение уже расследует киберполиция. До департамента киберполиции, национальной полиции Украины, уже близко 200 звонков про втручание в работу компьютерных мереж. Это звонки и от государственных установ, так и от приватных установ. Такие звонки находятся и в Киеве, и до региональных представителей киберполиции. Все они фиксуются. На место выезжают представители киберполиции, которые работают над противодействием распространения этого шкодливого программного безопасности. Не столько парадокс, сколько свидетельства работы киберполиции. Там не смогли уберечь даже свои компьютерные системы. Эксперты же советуют не открывать файлы, присланные от незнакомцев, обновлять операционную систему и антивирус, и обязательно сделать резервную копию файлов. Павлина Василенко, Богдан Вербицкий, Лина Зеленская. Подробности – телеканал «Интер». Масштабная кибератака в разной степени затронула все города Украины. Во Львове из-за вируса была полностью парализована информсистема Львовского горсовета. Об этом подробнее уже готова рассказать по телефону Галина Якушко. Галя, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Информационные системы Львовского городского совета переостановили свою работу сегодня в полдень. Не работает сайт горсовета, электронная система документа оборота и центр предоставления административных услуг. Техническая служба отключила их во избежание хакерских атак, которым сегодня подтвердилась вся Украина. Сейчас работники горсовета общаются с киберполицией, детали журналистам не разглашают. Как информацию о том, когда все системы начнут работать в обычном режиме. Но чиновники уверяют, все данные, которые хранились на серверах городского совета, сохранятся, поскольку они приняли необходимые меры. А вот одному из местных телеканалов повезло меньше. Часть их компьютеров поразил вирус, и эфир пришлось переостановить. Как мне удалось узнать, от атаки пострадали также как минимум три частные фирмы. Директор одной из них рассказал, на рабочую почту бухгалтера компании пришло письмо. Тема начиналась со слов «государственная служба». После открытия письма компьютер работать перестал. Это пока все, что было узнать на эту минуту. Катя. В Запорожье клиентов одного из крупнейших банков сегодня не обслуживали. И это не весь ущерб от кибератаки. Продолжит Сергей Бордюжа. Он на связи со студией по телефону. Добрый вечер, Катя. В Запорожье атаки вирусовымогателя также подверглись ряд крупных компаний. Так уже с 10-30 были закрыты все отделения Чатбанка. Не работали и банкоманды. Все объяснили хакерской атакой. Соответствующие объявления расклеили у входа в отделение. В связи с чем у многих сотрудников сегодня был короткий рабочий день. А вот работники Укрпочты и Новой почты свои рабочие места не покинули до закрытия отделений. На Новой почте уже к вечеру начали обслуживать клиентов. Также подверглись атаке предприятия Запорожье облэнерго. Впрочем, на энергоснабжении области это не отразилось, заверили в пресс-службе компании. Заблокированными остаются пока только базы данных потребителей. А вот запорожская атомная станция работает в штатном режиме. Чтобы не допустить кибератаки, на АЭС ограничено внешнее интернет-соединение. Отключен также сайт станции. Технологическим процессам ничего не угрожает. Вот такая информация на данную минуту. Студия. Сереж, спасибо. В Харькове легли системы коммунальных компаний. Насколько серьезны последствия, узнаем у Светланы Шикеры. Она с нами на связи тоже по телефону. Добрый вечер, Катя. Харьковщане, можно сказать, отделались легким испугом. После обеда вирус парализовал работу местного телеканала «Симон». В качестве профилактической меры во время атаки отключили сайт областной администрации. Не работали веб-ресурсе и компьютерная система «Горгаза». Сайт предприятия не открывается до сих пор. Такая же ситуация возникла и с порталом «Водоканала». Но коммунальное предприятие работает в обычном режиме. Только на сайте невозможно ввести показания счетчиков. Сбоев в работе метро не было. Там успели разъединить внутреннюю и внешнюю сети. Поэтому пассажиры рассчитываются карточками без проблем. Успели отреагировать и железнодорожники. Диспетчерские скорой медицинской помощи и службы по чрезвычайным ситуациям работают в штатном режиме. А вот в кассе некоторых супермаркетов до сих пор не могут принимать платежи с банковских карт. Но неудобства ощутили больше сотрудники торговых сетей, нежели покупатели. Банкоматы одного из крупных государственных банков также отказывались в снятии наличных. Но сейчас деньги уже можно снять. С перебоями в данный момент работают и некоторые веб-терминалы по оплате услуг. Студия. Светлана, спасибо. Ближе к вечеру в украинском Кабмине заявили, что информационные ресурсы правительства возобновили свою работу. Удалось ликвидировать последствия атаки и в компании «Новая почта». Впрочем, не только Украина оказалась жертвой вируса. По информации агентства Reuters, пострадали Дания, Великобритания и Франция. А издание «Индепендент» сообщило, что после нашей страны вирус атаковал веб-ресурсы в Испании, Литве и даже Индии. Снова резонансное убийство, снова средь бела дня и снова в центре Киева. Сегодня утром подорвали машину командира спецназа главного управления разведки полковника Максима Шаповала. Он был одним из киборгов, защищавших Донецкий аэропорт. Полиции уже назвали случившееся терактом. Кто за ним стоит, разбиралась любовь кукла. Взрыв прогремел в 8.20 утра в Соломинском районе Киева. Вот здесь, на пересечении улиц Соломинской механизаторов, подорвали автомобиль военнослужащего вооруженных сил Украины. Взрыв был настолько сильный, что части машины разбросало аж на 100 метров. Это видео с камер наблюдения. Они зафиксировали, как все происходило. Видно, как столб дыма поднимается на несколько десятков метров над землей. Взрыв слышали во многих районах Киева. Ручный хлопок такий. Было чутно далеко его. Ну, вышли, столб дыма был такой. Постраждали співробітники ваши, правда? Да, постраждали. Ну, я откуда знаю девушки. Кто-то из отдела кадров, из девочек. Я не знаю. Я их не знаю, в принципе. А дверьный? Уже через несколько минут на место происшествия приехали спасатели, скорая и силовики. Спустя некоторое время в нас полиции сообщили. В машине погиб военнослужащий. Позже Минобороны уточнили. За рулем был сотрудник главного управления разведки Максим Шаповал. Он погиб на месте. Шаповал был одним из кипргов, освобождавших Донецкий аэропорт. У военного остались двое детей. У нас в полиции назвали случившееся терактом. Внаслідок этого злочину есть один потерпелый, это загиблий. Оскільки он является действующим военнослужащиком, то, верно, что прокуратура визначатиме последовательность расследования этого криминального проведения. Какой пристрой, какой потужности саморобный или стационарный будет установлено именно после того, как будут проведены сейчас первые следственные действия на месте злочинного полиции. Делом занимается военная прокуратура. Заявление Анатолия Маттеоса журналисты ждали целый день. Ближе к вечеру он обнародовал некоторые детали произошедшего. Террористический акт был выполнен высокими фаховцами. Сила вибухового пристроя, который был проведен в действие в 8 часов 14 минут, была такая, что на высоте 50 метров, я прошу извинения у родины, что я это озвучу, но больше чем на высоте 50 метров на высоте первого поверха были найдены частины тела загиблого. Основной версией следствия есть это российский след. Но есть и неофициальные данные, их поспешили обнародовать одиозные советники МВД. Илья Кива, к примеру, заявил, погибший полковник ГРУ Максим Шаповал якобы руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в марте этого года. Но в Минобороны заявили, что эти два убийства никак не связывают. А вот другой советник Авакова выдал иные откровения. Он связывал убийство Шаповала с подрывом машины Павла Шеремета и покушением на себя. Правда, до сих пор не ясно, было ли вообще покушение на Герасченко. Каких-либо данных о ходе следствия нет. Да и сам Аваков громкие заявления своего советника назвал едва ли недомыслами. Любовь кукла Александра Васильченко, Инна Томина и Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Столичная прокуратура завершила расследование убийства журналиста Олеся Бузины. Подозреваемым вручили материалы уголовного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам генетической экспертизы, действия Андрея Медведька и Дениса Полищука квалифицировали как убийство по предварительному сговору. Также их обвиняют в незаконном хранении и применении оружия. После того, как подозреваемые и адвокаты ознакомятся с документами, обвинительный акт передадут в Шевченковский райсуд Киева. Если вина Медведька и Полищука будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. ДТП произошла вчера вечером в Ивано-Франковске. Машина, в которой находились четверо патрульных, все в нетрезвом состоянии, выехала на встречную полосу и протаранила легковушку. В результате пострадали 7 человек. Подробнее наши корреспонденты. ДТП произошло вот на этой улице в Ивано-Франковске. Объезжая островок безопасности, автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, по которой в это же время проезжало авто БМВ. Произошло лобовое столкновение. От удара обе машины буквально сплющило. В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей. С травмами различной тяжести они были доставлены в областную больницу. За рулем Жигулей находился 25-летний парень. Он и трое его пассажиров сотрудники патрульной полиции. Сразу после аварии всех проверили на наличие в крови алкоголя. У всех четверых результаты оказались положительными. Это подтвердили в городском управлении полиции. Однако отмечают, на момент аварии они были не на службе. У всех участников ДТП алкогольное спинение присутствуют в усиле. За результатами этого расследования будут соответствующие действия, притягивание к ответственности. Наразі на час проведения досудового расследования и службового расследования четверо працівників відсторонені в віднесенні службы. А вот пассажиры автомобиля БМВ были совершенно трезвыми. По факту ДТП в областной прокуратуре открыли уголовное производство. Патрульному, который был за рулем «Жигулей», грозит штраф с возможным лишением свободы до трех лет. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал «Интер» Ивано-Франковск. Главного редактора интернета здания «Страна Юэй» Игоря Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО под залог. Его сумма, согласно решению суда, 544 тысячи гривен. Паспорта у Гужвы изъяли и запретили покидать столицу. Подробнее Юлия Жешко. Встречать Игоря Гужву коллеги пришли с цветами. Утверждают, что на выплату залога для своего шефа сбрасывались всем коллективом. Подключили и знакомых, но имен разглашать не хотят. Мне достаточно было сделать короткий клич, чтобы мне помогли. Друзья, наши коллеги, в том числе сотрудники редакции. Если он сегодня окажется на свободе, то я считаю, что для нас, для нашего издания, это будет маленькая победа. Любая следующая эпидозра, любая следующая попытка предъявить какую-то претензию изданию «Страна Юэй» это будет не так-то просто. Потому что по этому делу ничего не доказано. По обвинению в том, что мы финансируемся из Кремля, ничего не доказано. Группа поддержки главреда и десяток журналистов дежурили у входа в СИЗО несколько часов. Адвокатов к подозреваемому допустили около 9 утра. Рассказывают, решение об освобождении Игоря Гужевы суд принял еще вчера. Но разрешительные документы появились только сегодня. Дальнейшую стратегию адвокаты обнародовать отказались. Но утверждают, дело против Гужевы это месть за его провокационные статьи. К тому же, по их данным, в отношении него готовятся еще два производства. «Любыми способами препятствуют освобождению журналиста оппозиционного к преступлениям власти, а не к самой власти. Журналиста, издание которого позволило открыть себе рот, говорить о коррупции, проводить самые резонансные расследования за последнее время. Вот и все». Игорь Гужева также уверен, его подставили. Но, цитирую, политику своей деятельности менять не намерен. И сегодня же вернется на рабочее место. Более того, не прекратит сотрудничество с Александром Онищенко. «Я буду, естественно, продолжать свою журналистскую деятельность. Будет работать в том же режиме. Ну, естественно, с учетом всех обстоятельств, которые произошли за эти дни. Ну, вероятно, мне решили показать, что такое Лукьяновское СИЗО, чтобы я, возможно, сделал какие-то выводы». Главреда страны Юэй Игоря Гужеву задержали 22 июня. Силовики пришли в офис редакции около 21.00 и устроили обыск. Журналисты издания сразу сообщили об этом в соцсетях. Мол, правоохранители выбили двери, заблокировали вход и объявили о проведении следственных действий. До глубокой ночи в здание не пускали даже адвокатов. Гужеву обвинили в вымогательстве денег. Подозревают, что он получил 10 тысяч долларов за то, что не будет публиковать компромат на одного из политиков. Имя его силовики не назвали, а вот Гужева сообщил, что речь идет о депутате от радикальной партии Дмитрия Ленько. Однако, несмотря на столь громкие обвинения, Игоря Гужеву поддержал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко и директор Института стратегических исследований Сергей Ермолаев. Юлия Жешко, Сергей Ведмись. Подробности телеканал Интер. За минувшие сутки на Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, нет и раненых. Об этом сообщают в штабе АТО. Впрочем, несмотря на режим тишины, атаки боевиков продолжаются. В общей сложности позиции украинских военных сегодня обстреляли 10 раз. Больше всего в районе Авдеевки и Каменки стреляют из минометов и стрелкового оружия. На лечение в Германию вылетели сегодня 14 украинских военных. В Берлин их доставили на специально оборудованном самолете Бундесвера, который называют летающим госпиталем. Подробнее Татьяна Лагунова. В аэропорту Борисполь вылета ожидают специальные рейские в Берлин. На борту летающего госпиталя украинские военнослужащие, которые получили тяжелые ранения на Донбассе. Два часа полета и самолет с ранеными украинскими бойцами уже на месте. На лечение в Германию сегодня прибыли 14 украинских военных прямо в аэропорту Тегель. Их распределили по военным клиникам страны. Украинские солдаты на лечение приняли в госпитале Бундесвера в Коблинце, Ульме и Берлине. Вот они, новые пациенты берлинского военного госпиталя. В столичной клинике проходить лечение и реабилитацию будут пятеро бойцов. На вопрос, как прошел полет, отвечают по-военному коротко. Добре, 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 больше-менее добре. Один день карантина и уже завтра немецкие врачи начнут лечение. Проведывает солдат, обещают волонтеры и дипломаты. Чемало активистов из нашей громады и представителей и посольства будут отведать их и делать эти дни пребывания в Немеччине радостными и чтобы меньше суммировали за батьковщиной. Лечение в немецких клиниках прошло уже более 80 украинских военнослужащих. Все расходы взяла на себя Германия. Татьяна Лугунова, Диана Клочко, Геннадий Никиенко. Подробности телеканал Интер. Лед тронулся. ПАСЭ утвердила механизм для увольнения скандального главы Педро Агромунта. Также депутаты ассамблеи рассмотрели вопрос борьбы с коррупцией. Говорили и об Украине. Какие еще темы поднимали в Страсбурге, расскажет Ирина Иванова. Договориться по-хорошему не получилось. После дважды сорванных соглашений о добровольной отставке, парламентарии решили внести специальные изменения в регламент. Для этого пришлось экстренно менять повестку. И сегодня с самого утра депутаты дискутировали о возможных нововведениях. Документ об изменениях регламента подготовил делегат из Швейцарии. К рассмотрению этого вопроса подключились все политические группы, представители всех национальных парламентов. Благодаря этому нам удалось заполнить огромный пробел в регламенте, чтобы сделать возможным увольнение главы ассамблеи. В ПАСЭ обращают внимание, речь идет не об импичменте, а именно об отставке, поскольку процедуру импичмента можно проводить только на основании уголовного дела. Но и уволить Агромунта в ближайшее время почти невозможно. По словам депутатов, скорее всего, процедура затянется до осени. Сам Агромунт, по некоторым данным, сбежал из Страсбурга в Испанию. Надежды на то, что президент добровольно сложит полномочия до осени, тоже нет. Тем временем уже стало известно имя кандидата на пост президента. Новый президент будет отходить социалистов. И мы уже провели голосование в группе. Большинство голосов, тайным голосованием, убрали представника итальянской делегации, голову итальянской делегации. Николетти, Микело Николетти. Он будет следующим президентом. Я уверена, что это будет совсем другая история, совсем другая президентство. Потому что это очень добрая человек, очень высоко освещена. Он профессор из политологии, выкладывающий профессор. Во второй половине дня депутаты рассматривали вопросы коррупции. В пример взяли опыт Великобритании, Украины, Нидерландов и Испании. Главная рекомендация Ассамблеи для эффективной борьбы с коррупцией – наличие независимого аудитора. Сейчас в Украине мы имеем эти три агентства, которые створены, которые должны бороться с коррупцией. Но эти агентства должны быть ответственными и независимыми. И должны аудитироваться. И, как вы помните, в парламенте были попытки выбрать от парламента аудитора, который не имеет никакого опыта, который не был рекомендован профильным комитетом. И это было сделано владой. Это была попытка манюпулировать этими независимыми органами. Я сейчас говорю про НАБУ. Поэтому эти репорты в Ассамблеи подкресливают, что важнейшим есть вопрос независимости этих органов и независимого аудитора, независимых экспертов, которые проверяли деятельность НАБУ и других наших антикоррупционных агентств. Также Ассамблеи обращают внимание на важность журналистских расследований в борьбе с коррупцией. И советуют странам создавать фонды, которые будут финансировать проведение объективных расследований. По словам представителей украинской делегации, такой законопроект можно подать и в наш парламент. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Еще наша ближе к Европе. Представители местных администраций из 30 европейских стран сегодня собрались в Харькове. Здесь впервые в Украине проходит конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Инициатором масштабного мероприятия стала Юлия Светлична, харьковский губернатор. Она убедила евродепутатов в том, что регион безопасный, перспективный для инвестиций и ориентированный на демократические ценности. Сегодня представители мониторингового комитета обсуждали децентрализацию, перспективы гуманитарного, экономического сотрудничества и социальные программы. Сегодня имели возможность поспілкуваться о демократических принципах и дотримании демократии и свободы граждан на континенте, в европейских странах. И я выступила с инициативой представителей Конгресса о запроведении отдельных семинарий для депутатского корпуса, для того, чтобы повышать ответственность депутатов перед людьми. Конгресс поддерживает верховенство права и права человека. С помощью таких конгрессов, которые мы проводим каждые пять лет, мы следим за ситуацией в местном самоуправлении разных стран. Прием, который рассорил команду Трампа. Как видят будущую встречу с Путиным президент Америки и почему спорят его ближайшие советники? Дмитрий Анопченко знает детали. Из Белого дома постоянные утечки в прессу. Все, что не предназначается для посторонних ушей, все равно узнают журналисты. Вот и в этот раз агентство Associated Press разведало у сотрудников президентской администрации в овальном кабинете постоянные споры. И повод только один. Будущая встреча с Путиным. Дональд Трамп настаивает, встреча должна пройтись с соблюдением всех дипломатических формальностей. Иными словами, это должны быть полноценные двусторонние переговоры. Но часть его команды совсем другого мнения. Мол, в связи с расследованием в Конгрессе о связях с Россией, стоило бы не злить ни сенаторов, ни прессу, сохранять дистанцию. Эти призывы звучат и от топ-чиновников Совета национальной безопасности, и из Госдепартамента, в том числе от самого Тилерсона. Их предложение – первые переговоры провести, но в ходе быстрой неформальной встречи на полях саммита Большой двадцатки. Появился даже вариант назначить так называемые переговоры по стратегической стабильности. Встречу больших делегаций, формат которой в принципе не предполагает участия президентов. Дональд Трамп сейчас выстроил работу в Белом доме так, что если речь заходит о внешней политике, команда может спорить, команда может предлагать, но затем, даже в мелочах, окончательное решение принимает лично президент. Это же касается и будущей встречи с Путиным. Как ее проводить, и проводить ли решение за Дональдом Трампом. А для того, чтобы его принять, остается чуть больше недели, ведь встреча Большой двадцатки в Гамбурге пройдет уже 7-8 июля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Украина может остаться без одного из самых престижных вузов страны – дипломатической академии, где готовят сотрудников дип-миссий. А потом сегодня заявил народный депутат Сергей Каплин. По его словам, члены Народного фронта во главе с Арсением Яценюком придумали хитрую схему, как вывести из собственности государства помещение вуза. В схеме якобы задействован благотворительный фонд «Опен-Укрэниан». От работников дипломатической академии я получил информацию, что статус и статус соответствующего учебного заклада изменены. В процессе соответствующих новых редакций изменилось так же место расположения академии. В соответствии с местом будет отдано в оренду «Опен-Укрэниан». Это благотворительный фонд Арсения Яценюка. Сгодом будет сделано ее приватизацией. Данный факт чергово доводит, что в владе, в стране, панует бандитская каста, мафия Яценюка, которые раскрадают все. Сегодня нам направлено соответствующие заявления в Национальное антикоррупционное бюро, в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних справ. 450 тысяч гривен. Именно столько задолжало Львовскому городскому совету самопомощь. На площади Адама Мискевича эта общественная организация арендует помещение под офис площадью 300 квадратных метров, но не платит за их использование как минимум последние 10 месяцев. В организации говорят, что не знают, когда рассчитаются, ссылаются на дефицит средств. Две пилорамы, три склада, десятки незаконно спиленных дубов и убытки на несколько миллионов гривен. Это все о сети черных заготовителей древесины, которую выявили в Кировоградской области. Об этом, правда, отрапортовали еще полгода назад, но сейчас расследование резонансного дела наконец-то завершено. Кто же крышевал лесорубов, нелегалов, расскажет Елена Брынза. Правоохранители выявили сеть черных заготовщиков древесины на территории Новомиргородского района. Это фотографии с места задержания конца прошлого года. Дубы незаконно рубили в посадках вдоль железной дороги. Дерево доставляли на пилорамы, где его обрабатывали, а дальше продавали. Незаконный бизнес, как утверждают следователи, крышевал один из сотрудников Новомиргородского райотдела полиции. Вот одна из пилорам, куда свозили незаконно срубленную древесину. Неожиданно для нас предприятие работает и сегодня, и журналистам здесь явно не рады. Сотрудник пилорамы вызывает полицию, дескать, его права нарушают и что-то снимают. В райотделе, где и работал один из фигурантов уголовного дела, потребовали, чтобы мы написали объяснительную. Владелец этой пилорамы, а также еще пятеро мужчин, на данный момент фигуранты уголовного производства. Двое из них черные лесорубы со стажем, ранее судимые. Еще один водитель фуры, перевозивший незаконную древесину, пытался дать взятку правоохранителю за то, чтобы он решил вопрос. Не вышло. Организатор этой группировки, по версии следствия, начальник среднего звена госпредприятия Одесской железной дороги. Он, кстати, тоже продолжает работать. Деемы участников организованной случайной группы, в державе задано сбытки на сумму понад 2,6 миллионов гривен. На ТПР всем участникам случайной группы поведомлено пропитание. Дело о незаконной вырубке леса, организованное преступной группой, в ближайшие недели начнет рассматривать Новомиргородский районный суд. Меру пресечения всем шестерым фигурантам уже избрали. Под личное обязательство. То есть все они на свободе. Им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Настоящий боевик на КПП Вилок. Водитель на Лексусе с украинскими номерами протаранил шлагбаум на границе с Венгрией. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Все произошло накануне вечером в пункте пропуска Вилок на украинско-венгерской границе. Туда заехал Лексус с киевской регистрацией. За рулем был житель Закарпатья, хотя генеральная доверенность на машину оформлена на пассажира элитной иномарки жителя Киева. Водитель подал документы на оформление, однако система, которой пользуются пограничники, показала. Лексус с такими же номерными знаками выехал из Украины в начале июня и границу в обратном направлении не пересекал. Стражи порядка заподозрили, что поймали машину двойника. Закордонниками было заявлено, что в данном автомобиле, возможно, подроблены номера агрегатов, кузова транспортного засоба. А вот так было принято решение о проведении поглибленного догляда данного авто. Авто решили направить в бокс для досмотра, но вместо этого киевлянин, сев за руль, развернул машину и нажал на газ, пытаясь уйти от пограничников на сумасшедшей скорости. Снес два шлагбаума, один из которых металлический и весит около 100 килограммов. Пошкоджен шлагбаум, который от рикошетов нанес удары по прикордоннику, который совершил блокирование данного транспортного засоба. Наразі данный прикордонник находится на ликуванні. Лексус стали преследовать. На помощь пограничникам приехали полицейские, но задержать водителя не удалось. Он бросил машину в городе Берегово, буквально в кустах, прикрыв ветками. Беглеца объявили в розыск. Против него открыто уголовное производство за оказание сопротивления госслужащим. В итоге давать пояснение правоохранителям пришлось его товарищу. Тот не скрывался. Наш закарпатець утверждает, что он не знает, в чём причина, почему его товарищ так отреагировал и пытался втекти из КПП. Рассказывает, что он просто перегонял машину, а машина за документами належит его знакомому. Правоохранители пока не выдвигают версии, почему машину пытались вывезти за границу. Лексус уже на штрафплощадке. Стоимость иномарки около 3 миллионов гривен. Интернет-пользователи допускают, что авто пытались вывезти за границу в рамках схемы по легализации украденных машин. Марина Ковальдюри, Ковалёв, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Шотландия остаётся в королевской семье. Северная часть Великобритании отказалась от идеи стать независимой. Почему, расскажет наш британский субкор Светлана Чернецкая. Резкий разворот. Шотландия не будет проводить референдум по отделению от Великобритании. По крайней мере, до окончательного разрыва с ЕС. Референдум планировали провести через два года, весной 2019-го. Но сегодня глава шотландского правительства заявила, в это непростое время вопрос отделения от остальной страны уходит на второй план. Главное сейчас договориться с Европой о хороших условиях развода. И шотландское правительство собирается принимать активное участие в этих переговорах. Мы сделаем всё возможное, чтобы интересы Шотландии в процессе Брекзита были учтены. И затем, в финале переговоров с ЕС, возможно, будущей осенью, когда условия Брекзита будут ясны, мы вернёмся в парламент, чтобы изложить наше видение предстоящих событий. В том числе, варианты выбора для людей и будущего страны. Это довольно трудное решение для лидера шотландских националистов. Независимость от Великобритании – их главный приоритет. Но от идеи пришлось отказаться по весьма прагматичным и понятным причинам. На последних выборах в британский парламент партия не сумела повторить свой результат. Из 56 депутатов только 35 удалось сохранить свои места и вернуться в палату общин. Потерю 21 представителя в парламенте премьер Стерджин связывает именно с жёсткой позицией партии по поводу независимости. Похоже, шотландцы всё же в большинстве хотят остаться в Соединённом Королевстве. И сейчас даже больше, чем в 2014-м. Тогда на первом референдуме по отделению 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Обесточенные сёла есть погибшие и пострадавшие. Ураган, который накануне пронёсся над Украиной, натворил немало бед. Больше всего досталась Винницкая, Черкасская и Хмельницкая областям. Власти Камьи из Подольского в Хмельницкой области уже подсчитали убытки от непогоды. Ущерб – 5 миллионов гривен. Горожане выложили в соцсетях шокирующее видео. Мост, соединяющий историческую и современную части города, превратился в настоящий водопад. За какие-то 15 минут ураган повалил около сотни деревьев и сорвал крышу с десятков домов. Ветер повредил даже металлопластиковые окна. Дороги превратились в реки. Сегодня в области в усиленном режиме работали все коммунальные службы, бригады обленерго, спасательные отряды и спецтехника. На территории области зниструблено 35 населених пунктов. Пошкоджено 18 ліній электропередачи 10 кВт и повалено близко 70 дерев. В Камецк-Подильскому районі вітер зірвав шифр на двох загальносвітніх школах і на будівлі сільської ради. Рятувальники залучаються для розкоржування повалених дерев, для тимчасового накриття тахів будівлі, які розкриті. А по Тканевам Черкасській області вчерашній ураган уніс в життя 18-летній дівшці. На платочний городок студентів, расположений на берегу Днепра, упало дерево. Вся подробності розкажет Станислав Кухарчук. Після вчерашній бури, цей живописний берег Днепра більше напоминає картину апокалипсиса. Ураганний ветер ломал і валил шосни, словно спички. В епицентр непогоду угодила компанія віддыхаючих. Дерев'я падали прямо на автомобілі і палатки туристів. В одній із них в цей момент знаходилась 18-летня дівшка. От полученних травм она скончалась на місці. Дві палатки стоїли, видно, обкопано. Вон, стекла від машини, видно, машина стояла. Константин сім'єю і хотів приїхати сюди ще вчера. Але його остановив прогноз погоди. Синоптики обіщали бурю. Туристів, яких стихія настигла на віддыхі, он не застал. Пострадавших рано утром увезли спасатели. Говорит, хоч і віддыхаєт на цьому берегу вже не перший год, але з таким сталкивається вперві. Такого ще не було, скільки ми їздимо, скільки років. І люди, смотрю, в панике. Кидали, обрезали нитки, видно, що можна було, собирали. Або, скажімо, там остатки палаток или що-то таке було. Ураган пронесся сравнительно узкій полосою. Рядом з палаточним городком дерев'я целі. Шквальний ветер валив все на своєму пути. Без електричества остались 32 населенних пункта по всей Черкасской області. В Буреві був син, але він, як кажуть, місцевий був. Він пішов по Дніпру, получается, отак, з сторони Київської області і напрямку села Ліпляво. По-друге наші співробітники виїжджали для того, щоб розчистити автодороги від повалених дерев. А це последствия урагана в селе Ліпляво. Ветер снес кровлю з дому, разрушив фасад. А у соседей не устоял даже металлический забор. У нас в Грещенцем там страшне таке, там оно на Германовому хуторі там тоже, щоб тут ще воно зливе було, а там було сухо. Без дщу один тільки вітер, це таке є. Нам сказали, це ваші проблеми, рішайте, ніхто вам не буде нічого допомагати. Сегодня до трех часов дня территорию пострадавшую от буря обследовали только работники местного лесничества. Представителей районних властей, жителей Ліпляво так і не видели. Узнав про наш визит, глава Канецкой райадминістрації, поспішил уехать, а секретарь беспокоїть його не захотела. Якщо не ж я вам допомогла, я допомогу, хто не можу. Ближе к вечеру електроснабження в пострадавших населенных пунктах энергетики восстановили. А вот восстанавливать разрушенную ураганом собственность, похоже, жителям придется самостоятельно. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Больше новостей на нашем сайте, подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!